я не знаю что это такое впервые вижу так ребят всем привет и сегодня у нас видео начинается вот с такого живописного может быть и не очень поля сегодня у меня цель проехать свою первую сотку в жизни сделай это более-менее разумно насколько это мог сделать разумно перепады высот здесь не очень высокие не очень сильные мне кажется сегодня это у нас слегка получится выхал я всем 30 сейчас у нас 930 прошло два часа на телефоне у меня полтора часа в движении проехал я 27 километров и средняя скорость у меня 17 с половиной вы понимаете 17 иди сегодня с собой взял вода я сегодня взял с собой деньги на воду взял так что должно хватить три банана взял все дела правда запасную камеру меня нет пока дорогу снимать я не буду буду снимать и что интересное в конце маршрут у нас будет кое-что интересное сейчас у меня в принципе ничего интересного только одно вкручивание так ребят снова я тут время два часа расстояние 36 километров средняя скорость 18 кстати на половину километра она подросла пока еду по дорогам скорость нормальная как выйду на грунтовке посмотрим что будет но естественно у меня дико болит жопа от своего седла я просто в шортах обычных шортах без ничего и мне очень неприятно блять в этом есть время 10 часов пока все хорошо ну вот ребят 40 километров пройдено сейчас остается мне ехать по одним грунтовкам до последнего моего села не виды пока такие то есть где-то километров мне наверно 40 придется 30 ехать по ну вот по такому в принципе весело но одному не весело так очередное включение в движении 3 часа средняя скорость 15 8 где-то и проехал я на данный момент 50 километров проехал я уже два села это ягодные луначарские свежая из луначарского и по плану мне остается еще два это весла и конечная хрящевка сейчас я идет не снимал что-то я приуныл наверное из-за того что один езжу говоря сегодня мало видео будет чисто так для ачивки 100 километровый такое интересное место встретил канал долин таки широкий канальчик там буренки бегают на мясо ну довольно таки глубокий метро два будет наверное ребят мне кстати обнаружились проблемы со зрением и теперь и находиться за компьютером не как бы нельзя переводе установления а сколько он будет продолжаться я хрен знает так что если посадил зрение с мониторами всякими монтажить по чуть-чуть я буду какая-то офигенная конец колхозная дорога меж поле асфальтированная правда она в ямах но яма нипочем какая довольно таки длинная соединяет аж два села дорог километров 5-6 она занимает но еще прикольненько особенно если там на мотоцикле без номеров до ребят лиса лисенок я конечно знаю что не бешенство переносит куда-то он исчез такой прям хвостатый как из сказок знаете вообще ребята я вот сейчас еду к таким дистанциям нужно очень подготавливаться и так сказать морально ну что мысли в я очень много ты не знаешь куда ты едешь ну и вообще такое себе я несколько раз хотел развернуться и домой поехать потому что я тем более один и такое себе у меня настроение под это решил съесть по-быстрому сникерс который уже расставил кстати меня сегодня два сникерса три банана но в принципе вода да конечно собаки покоя не дают так заехали вислу поселок начинается собственно с таких домиков до каждого наверно поселок с таких домиков начинается надшибе получается мы сейчас проедем и заедем ребята же соседние села блин точнее следующее село под названием хрящевка и знаете настроение у меня что-то очень хорошее теперь что я не умер нигде но хотя сложно не было но все равно морально тяжело чуть-чуть так выехал из висла и нашел такой интересный сосновый лес прям таки прям вах прикольно не знал что сосновый лес прямо на берегу пока ничего интересного не происходило кроме лисичек вот если что буду показывать смотрите какие просторы ребят вот просто круто ехать здесь стало намного приятнее чем было на риски и места тут уже дубы офигенно смотрите как живописника дубовый лес сосновый лес тропинка волга видно соседний берег очень круто нам пока за белой машинкой который мы увидели кстати нам довольно таки много валивать вдоль поле надо и не только вдоль поле а еще вдоль берега почти догнали машину но я думаю я за не так плестись и буду не буду ее обгонять а там кто-то по моему валялся в поле или это маленькая нло слева маленький овражек малюсенький смотрите ребят как красивичка нормально да здесь у нас обитали сетями у нас тут уже вода прикольные ступеньки смотрите вам 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 кстати ребята пройденный путь уже составляет половину моего маршрута то есть я проехал даже чуть больше 61 километр но что самое такое неприятное для меня через пять километров будет самая большая дистанция которую когда-либо я ездил на велосипеде я все еще отдаляюсь от дома они приближаюсь время без 20 час в принципе сил до хрена и да еще есть есть даже не хочется там уже виднеется хрящевка если что так что я уже близок своей цели ребятки если бы я молчал я бы наверное поехал башкой обижай какой-то интересную заводь она кстати такая длинная прямо таки нехилая сейчас покажу смотрите прям таки хорошая блин будут порыбачить так все по-прежнему все по-старому в пути я кстати уже 4 20 у него и вот это у меня хорошая дорога седла не опустил понимать время в пути 434 расстояние 68 километров и средняя скорость 15 хрящевки подъезжаю и 68 километров я проехал на данный момент самая большая дистанция которую я проезжал когда-либо на велосипеде за один день надеюсь что дорога обратная мне будет полегче чем дорогу сюда обратная дорога у меня будет лежать через обычную дорогу автомобильную очень длинная очень длинная вот бы одну из них съесть да собственно 70 километров и я в хрящевке неожиданно да ребят сейчас поедем кое-какому замку у нас здесь есть местный сосисочный замок в него готическом стиле я вам его покажу наверное вы удивитесь потому что такого нигде больше нет ну все ребят было сожрано 2 банана было куплено 2 литра воды я минут десять посидел и еду обратно дорога на самом деле огромная сейчас только прямо прямо вплоть до моего города прямо представляете да геморр в машине тут долго ехать а на велосипеде тут еще дальше ехать я буду устанавливаться и по километражу говорить так ребят можете меня поздравить с этим ужасом вот вам ясная картинка 100 километров первая сотка я на самом деле под задолбался уже съел три банана половинку сникерса но где-то шоколада что 6 выпил где-то литра два воды два с половиной я задолбалась не темный синий маршрут мой в принципе его здесь видно такой загогулистый проехал я его вот на такой резине без контактных педалей на обычных топталка в обычных шортах и вот с таким дебильным дубовым седлом она короче отъехала назад и возвращаться не хочет никак вот что я могу сказать в следующий раз я не знаю когда не поеду сотку это точно может я в этом сезоне ездить и не буду на потому что одному это очень скучно это просто нереально скучно одному это ехать и морально прям давит выехал я в 730 по своему времени сейчас у нас без 24 ну а сейчас что я уже до этого села который я только что проехал доезжал осталось еще чуть-чуть еще чуть чуть-чуть колени болеть буду ой как болеть будут ну тут все ребята я в городе 110 километров еще раз повторю что заняло мне это все около 7 часов выехал я все половину восьмого вернулся не знаю где-то часов четыре ну 7 часов это чистое время были моменты что я уставал конечно что было сложно сейчас я чувствую что мне уже хорошо и не сложно ну и потому что я дома думал я что приеду я уже к темну буду возвращаться по вечеру а может и по ночи а он но как получилось я короче весь этого и день использовал еще у меня до хрена времени осталось принципе вот было сложно только из-за тупого седла которая съезжает назад и получается что я сижу на своей промежности ну вы понимаете в какой задница я побывал блин поезд можно считать оконченный расстояние 113 километров скорость 16 половиной и ездил я все это 7 часов было нелегко еще раз так поеду нескоро спасибо что смотрели можете